Как стало известно издательскому агентству Prime Crime, после наделавшего много шумообращения Паштета, белорусской братве, которым он отметил ранее принятые решения Кушнерова, не изложив его как вора, пороганный им Кушнер улетел в Турцию за поддержкой единственного вора в законе, на которого он мог рассчитывать – Гулли. С тех пор, как полтора года назад в Белоруссии Кушнер столкнулся с серьезным противодействием своих бывших подчиненных, принявших сторону оппозиции, Гулли впервые вмешался в дела своего ставленника. Неделю назад по инициативе Кушнера между Гулли и Паштетом состоялся серьезный телефонный разговор. По крайней мере, сам этот факт говорит о том, что Гулли не разделяет мнение Кушнера относительно того, что Паштет – петух. После того, как в ходе беседы стало понятно, что у Кушнера и Паштета по одним и тем же вопросам, диаметрально противоположные взгляды, Гулли предложил Паштету приехать в Турцию и втроем обсудить взаимные претензии, а заодно услышать мнение тех, кто считает вором самого Паштета. Напомним, в апреле 2015-го в русле тренда, начатого Шакро, по прополке воровских рядов раздутых заводами междуусобицы, грузинские крестные отцы дубайской четверки пришли к выводу, что выдвиженцы Тимохи и Галея вошли в семью по недоразумению и не оправдали оказанного им доверия. Во многом это решение было принято в качестве отеческого нагоняя, чтобы встряхнуть инертных белорусов и заставить их быть поактивнее в том, в чем за них была сделана ставка. На приглашение к Гуле Паштет ответил, что не может выехать из страны из-за установленного надзора, и у него нет желания садиться с Кушнером за один стол. По словам источника, Паштет ищет встречи с Кушнером только для того, чтобы с ним поступить, опровергая слова Кушнера о том, что от него в Белоруссии якобы кто-то прячется. Предыдущей судимостью Паштет доказал, что способен на поступок и готов уйти на срок, защищая свою воровскую честь. На худой конец по поводу Кушнера всегда можно собраться в Анталии с ворами из клана Аняни Джингвеладзе. Говорят, что у грузин есть достаточно веские основания, чтобы доказать, Кушнер вошел в семью обмана и не является тем, за кого себя выдает. Дальнейшая поддержка Кушнера в пику ворам, которые ему оппонируют, может дать козырь многочисленным врагам Гули и спровоцировать их вступить в ряды против него единым фронтом. Даже если теоретически Лоту Гули встанет за Кушнера и договорится с грузинами, это не решит проблем Кушнера в Белоруссии. После событий в Лиде, когда местными авторитетами и без последствий была избита Кушнеровская верхушка, включая республиканского смотрящего, влияние Кушнера на криминальный мир стремится к нулю. В сложившейся ситуации ему безопаснее оставаться в Турции, чем возвращаться домой. Напротив, Паштет на этом фоне только набирает очки. В отличие от Кушнера, который заботился лишь о наполнении своего кармана, Паштет запретил гнать на себя воровские деньги и направляет их в лагеря, поступая так, как должна вору, давая братве понять, что ворам не безразлична судьба арестантов. Паштет стяжает уважение и находит в ней еще большую опору. По некоторым данным, в качестве альтернативы Кушнеру кандидатура Паштета уже устраивает и белорусские спецслужбы.